Простуда, дорогие ребятчики, и вопрос, который к нам сегодня прилетает, а стоит ли тренироваться во время простуды? Запомните, пожалуйста, одну очень важную вещь, что мы говорим о легком насморке, может быть, каких-то чиханиях, покашливаниях. Мы не говорим сейчас о жаре, мы не говорим сейчас о прям острых ОРВИ-признаках. Мы говорим о простой простуде. И да, вы можете без проблем абсолютно тренироваться, конечно же, желательно не вызывать у людей дискомфорта и не ходить в зал, но тренироваться дома, на улице, на турничках. Вы можете абсолютно без проблем. Смысл тренировок во время простуды заключается в том, что тренировка – это стресс, и к нему тело должно адаптироваться. И простуда – это стресс. И для того, чтобы справиться с ней, ваше тело должно вырабатывать что? Лейкоциты, правильно. Эти лейкоциты в ответ на тренировочный стресс и в ответ на болезненный стресс просто-напросто не дадут вам возможности выздороветь быстрее, если острая проблема. Если вы немножечко простудились, без вообще абсолютно никаких вопросов, спокойно занимайтесь. Но, подчеркиваю, если вы сильно заболели, то, естественно, речи о тренировках быть не может. А вот то, о чем речь должна идти, это как выздороветь быстрее. Как выздороветь быстрее? Укреплять, опять же, тиролейкоциты. И не использовать жаропонижающие или какие-то другие препараты, которые маскируют симптомы. Запомните. Повышение температуры – это первая реакция организма, которая приводит в боевое и в абсолютно заряженное состояние ваши лейкоциты. То есть, если вы чувствуете себя плохо, померили 38, господи, сразу жаропонижающие. Это в 99% случаев только ухудшает ситуацию. До 40 взрослому человеку не сбивать. Тогда лейкоциты начнут работать. А еще что хорошо укрепляет иммунную систему, так это, дорогие ребятчики, живой витамин С из болгарского перца, киви или ягод несколько раз в день. Это D3 витамин, который тоже несколько раз в день по 2000 международных единиц и ЦИНК по 50. И, естественно, в этом случае я также прошу заметить, что как раз отсутствие пищи очень хорошо стимулирует лейкоциты. То есть, практика интервального, то есть, с отсрочкой нормального питания, но без завтрака, поможет вам выздороветь быстрее. Ваши лейкоциты очень активируются, и я это говорю из опыта, так как через мои руки тысячи и тысячи людей с анализами, которых я работал, проходили, точно, со стопроцентной абсолютно четкостью заявляю вам, что отсроченный завтрак укрепляет иммунную систему. А когда вы начинаете есть, старайтесь не давать много углеводов, так как избыток углеводов опять же негативно влияет на лейкоциты. И одна из самых больших проблем, которые люди делают, это жаропонижающие, которые не дают в нашей иммунной системе расправить, так сказать, крылья и углеводы. Ты же мой больной голубчик. Вот тебе, пожалуйста, апельсинки, это если повезет, или печенюхи. А глюкоза, которая повышается в крови, она блокирует действие Т-клето-кубиц, которые являются частью лейкоцитарной группы, которые должны инфекции, вирусы уничтожать. И они, вместо того, чтобы охотиться за вашими инфекциями и вирусами, полностью заняты вашим сахаром крови. Будьте здоровы. Если легкая простуда, тренироваться можно. Сильная болезнь, налегайте на цинк, CD3. Используйте отсроченный завтрак, используйте витамины и ни в коем случае не пользуйтесь статусом больного человека и не налегайте на сахар. Будьте здоровы.